Но руководитель администрации Стокриненского района приступил к своим полномочиям. Первым делом Олег Лаженев принял участие в заседании Совета района. Народные избранники обсудили проект пожарной безопасности сельских поселений и порядок землепользования. Несмотря на плотный график, новоиспеченный сити-менеджер нашел время встретиться и с нашей съемочной группой. Евгений Ракин узнал его планы по району. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с новой должностью. Спасибо. Удачи. Чтобы так же работал на уровне, как и работали, чтобы не загордился, а нос высоко не поднял. Хорошо? Понял. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Стоило нам вместе с новым руководителем района выйти на улицу, как его тут же стали узнавать. Все потому, что Олег Лаженев не такая уж незнакомая фигура. На посту главы сытыгинского поселка Зеленец, что на другом конце района, он проработал почти 10 лет. Из прошлых заслуг можно вполне вспомнить прямое участие в создании нормальной управляющей компании и эффективного предприятия по тепловодоснабжению. Качество услуг выросло, тарифы снизились. Примечателен и метод управления Лаженева – подходить к делу комплексно, без распыления средств. Понятно, что таких средств у поселения нет. Соответственно, мы брали за основу. Сегодня мы входим, например, в Кайтыбош, средний Кайтыбош, ремонтируем дорогу, делаем уличное освещение в комплексе. И эту тему, самый проблемный участок мы закрываем. На будущий год переходим, в этом году, например, делаем местечко Пыдыгрес. В новой должности у Олега Лаженева тоже немало задумок. Впрочем, кардинальных изменений пока не планируется. Сейчас хватает текущих проблем в жизни района. Газификация Часова и Палевиц, капитальный ремонт дорог, строительство социальных объектов и давно назревшая мусорная проблема. К сожалению, полигонов у нас местных нет. Есть городская свалка, которая уже тоже полностью не может принимать. И вот как это в комплексе решать, вот эти нюансы, у нас есть свое видение, мы уже встречались с Министерством природы, соответственно, такую программу мы будем разрабатывать. При этом, по словам нового главы, каждый рубль должен расходоваться рационально. Для этого потребуется пересмотреть работу всех отделов администрации муниципалитета. Резких кадровых решений пока тоже не будет. Действующие руководители еще могут доказать свою нужность. Из замов, конечно, у нас освободится пока один, но два зама, Георгий Львович и Анна Беттина, они очень грамотные. Их ни в коем случае пока не собираюсь и не думаю. Примерный семенин, успешный менеджер, энергичный и талантливый профессионал. Так отзываются о нем друзья и коллеги. Сам сити-менеджер клятвенно обещает, буду стараться, буду работать, буду жить. Мол, такой уж его девиз по жизни. Впрочем, быть или не быть покажет время. Быть руководителем Сыктывдина – это не только завалинку открывать. Важно и не растерять бренды района, и привнести что-то новое, свое. Здесь и карты в руки, в сердце района – столица Коми. А значит, потенциал для развития территории не исчерпаем. Евгений Ракин, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.